Какая поддержка будет оказана ветеранам специальной военной операции и их семьям? Открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Прорывное развитие туристко-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбаев» в недавнем послании обозначены задачи на ближайшую перспективу. Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в месяц обрабатывает до 2500 заявлений, ответы на главные вопросы в нашем сюжете. Матч был ярким и запомнится болельщикам надолго. Очередная победа футбольных нартов 6-0 победили Осетию-Аланию. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Женкёзов. Около месяца назад в Карачаево-Черкесии при поддержке главы республики Рашида Тимрезова открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». О том, какая поддержка будет оказана ветеранам специальной военной операции и семьям участников СВО, нашему корреспонденту Артуру Мхце рассказали представители фонда. Государственный фонд «Защитники Отечества» действует на территории Карачаева-Черкесии один месяц. За это время к специалистам по различным вопросам обратились около сотни человек. Оказываем всевозможную помощь. Это в устройстве на работу, в устройстве детей, в учебные заведения, оказание медицинской помощи различной. Больше всего обращений по медицинскому блоку. 24 сейчас на рассмотрении и всячески оказываем помощь при устройстве их в медицинские учреждения, при предоставлении инвалидных колясок, средств. В отличие от ряда других сфер в работе фонда, по итогам недавнего послания главы республики Рашида Тимрезова, мало что изменилось. Просто потому, что благодаря участию региональных властей, деятельность защитников отечества изначально выстроена таким образом, чтобы обратившиеся к специалистам люди могли оперативно и в полном объёме получить всю необходимую помощь. Большая часть вопросов касаются здравоохранения. Частое обращение – это помочь с госпитализацией. Есть где-то обращение 4 – помочь с направлением на МСЭ, на освидетельствование инвалидности. Далее вопросы реабилитации. Ну, стоматологическая помощь. Не менее важна и психологическая реабилитация военных, вернувшихся из зоны боевых действий. Поведение многих меняется кардинально, а задача специалиста – помочь ветерану СВО и его близким, которые порой не знают, как себя вести с родным, но кажущимся несколько чужим человеком. Уже много обращений было, вернувшиеся от спецоперации. Есть семьи, которые обращаются с проблемами, такими, как человек вернулся, а он уже изменённый психически, и они не знают, как себя с ним вести. Мы проводим беседу. Конечно, мы первую помощь оказываем членам семьи, которым нужно справиться с этой проблемой, с этой ситуацией. В нашей республике оказанию всесторонней помощи ветеранам спецоперации и семьям участников боевых действий на территории новых российских регионов не первый год уделяется большое внимание. А с открытием филиала Государственного фонда удалось эту работу систематизировать, сделать более мобильной. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Развитие туристической отрасли. В недавнем послании глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов обозначил задачи на ближайшую перспективу. Он поручил Минтуризму республике к 1 марта 2024 года разработать мастер-план развития прилегающих территорий к курортам Архизы Тиберда-Дамбай, создать региональную программу по прорывному развитию туристско-рекреационного комплекса Тиберда-Дамбай, к концу 2024 года возвести в поселке Дамбай новую врачебную амбулаторию, оборудованную в соответствии с современными стандартами и оснащенную техникой для диагностики. Рашид Темрезов говорил о необходимости системного обучения для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства, а также проведения их аттестации. А также глава республики отметил, что необходимо обеспечить участие предприятий, работающих в сфере туризма и профильных образовательных учреждений в проекте Минпросвещения России «Профессионалитет» с целью подготовки профессиональных кадров, занятых в сфере туризма. Республика вошла в пилотный проект по этому направлению. Особо глава обратил внимание на проведение планомерной паспортизации маршрутов, востребованных у туристов, что предоставит гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий, а самое главное – повысить безопасность маршрутов. Вместе с тем поручил более тщательно мониторить качество оказываемых услуг нашим гостям, контролировать соблюдение правил техники безопасности на объектах гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. Как и где поменять водительское удостоверение, какой срок действия у него, где получить новое и можно ли заменить права раньше, какие документы нужны на замену водительского удостоверения, когда нужна медсправка для замены прав, ответы на эти все вопросы узнала Альбина Ламкова. Водительское удостоверение выдается на 10 лет, а затем меняется. Те, кто постоянно живет в России, могут получить его в любом подразделении ГИБДД. Существует три варианта замены прав – в ГАИ, через МФЦ и на сайте Госуслуг. Это самый быстрый и удобный путь. Какие необходимо внести документы? Обязательным предоставлением является медицинское заключение о состоянии здоровья, то есть, другими словами, медсправка с водительского удостоверения, уже срок действия которого истек, и подать заявочку, оплатить госпошлину. Госпошлина по замене получения водительского удостоверения – 2000 рублей. Очень удобно в портале его оплатить. Необходимые действия – это ввести номер карты и осуществить оплату. После оплаты госпошлины портал пришлёт уведомление с пин-кодом. Без этого номера вы не сможете встать в электронную очередь и пропустите назначенное время. Процедура по замене водительского удостоверения в межрайонном регистрационном отделе занимает около часа. На месте фотографируют, оформляют водительское удостоверение и выдают. По замене водительских удостоверений в среднем ежедневно обращаются от 15 до 30 граждан. Это только замена водительского удостоверения. Также у нас в подразделении оказываются услуги и по первичному получению водительского удостоверения, и по открытию категорий. К примеру, если у гражданина уже была категория АБ открытая, необходимо открыть, например, категорию Д, С гражданам, необходимо пройти соответствующее обучение в автошколах. Замена водительских прав по истечении срока действия не единственная причина для их продления. В случае утери или хищения жалоба подается в экзаменационное подразделение, предоставляющее государственную услугу о получении нового водительского удостоверения. Здесь гражданам дается выбор. То есть, если у гражданина срок истечения еще довольно велик до окончания срока действия, ну, к примеру, скажем, водительское удостоверение национальное действует 10 лет. Если утеряли и срок истек, допустим, года 2-3, человек может не предоставлять медицинское заключение и получит новое водительское удостоверение на оставшийся срок действия. Но гражданин имеет право предоставить в этом случае и медицинское заключение, и тогда он уже получит водительское удостоверение новое со сроком 10 лет. Чтобы автомобиль мог стать полноценным участником дорожного движения, его нужно зарегистрировать. Регистрация осуществляется в межрайонном регистрационном отделе госавтоинспекции. Период его действия не ограничен и не требует постоянного продления. Однако в некоторых случаях регистрацию могут делать на ограниченный срок. Тоже очень удобно воспользоваться порталом госуслуг, подав заявочку. Портал подсказывает гражданам и в этой сфере порядок действий и необходимый список документов. В первую очередь, это, конечно же, при смене собственника транспортного средства, это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство транспортного средства о регистрации. Также необходимыми являются и обязательными к предоставлению диагностическая карта и страховой полюс. В регистрационно-экзаменационном подразделении госавтоинспекции обрабатываются от двух до двух с половиной тысяч заявлений граждан в месяц. Это касается замены и выдачи водительского удостоверения, также регистрация транспортного средства. По водительским удостоверениям в среднем обрабатывается с положительным решением в месяц около 620 заявлений. Бывают, конечно, и отказы. По регистрации транспортных средств гражданам отказывают в случае, если на транспортном средстве, к примеру, есть ограничения. То есть полный список отказов, причин для отказа определен в нормативных документах. Это регламент 950. Водительское удостоверение в межрайонном регистрационном отделе можно получить во вторник, среду, четверг и субботу. Время приема документов осуществляют с 9 до 18 часов. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Водоканала, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Карачаевская лошади сквозь века. Презентация электронной версии книги Шарафаттина Узденова прошла в Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Подробности у Али Баташева. Выносливость одной из лучших качеств лошади карачаевской породы, известной во всем мире. Семь успешных экспедиций на Эльбрус с участием этих грациозных животных говорят сами за себя, считает автор книги Шарафаттина Узденова. Карачаевские балкарские языки насчитывают более 500 терминов, связанных с лошадями, и свыше 400 поговорок на эту тему. Книга «Шагающая над облаками» содержит множество интересных фактов, иллюстраций и является результатом шестилетнего труда автора. Я думаю, что все больше у нас будет появляться художников, которые будут рисовать картины лошадей, и у наших людей в кабинетах дома и так далее будут висеть прекрасные наши лошади, как это делает Ольга Бабенко. Более 110 тысяч фотографий карачаевской лошади сделала фотограф Ольга Бабенко. Я очень люблю горы, но я очень не люблю ходить пешком, но, естественно, когда ты садишься на карачаевскую лошадь, ты ей доверяешь больше, чем себе. Ты знаешь, что там, где ты уже не сможешь идти, эта лошадь тебя вывезет, не только тебя, еще и твои вещи, фотоаппараты, все остальное. Сегодня эта лошадь, которая с виду скромная, у нее огромный, огромный потенциал, выносливости, красоты, ее особенность горбинка, носик. И, конечно, я влюбилась в эту лошадь посредством работ Ольги Бабенко и, конечно, рассказов карачаевцев о этой лошади. Для меня это было большим вдохновением. По словам Ирины Бондарь, выставки фоторабот Ольги Бабенко и Ансара Каитова, посвященные лошадям карачаевской породы, пользуются успехом в Греции, Северной Македонии, Мексике и других странах. На презентации экспертное сообщество в лице представителей организации «Карачай-Алад-Халк», членов Ассоциации поддержки и развития лошадей «Карачай-Хорс» и других дали высокую оценку электронной версии книги. В ходе презентации Шарафадин Узденов был награжден юбилейной медалью. Али Баташев, Медина Джанкиузова, Олег Молхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Какая боль, какая боль. Нарт-Ардон 6-0. Все зрители дружно подпевали строчки знаменитой песни. В Черкесске состоялся футбольный поединок между нартовцами и гостями из Осетии Алании. Матч был ярким и запомнится болельщикам надолго. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на празднике футбола. В выходной праздничный день любители футбола решили не сидеть дома, а пришли поддержать ФК «Нарт». Несмотря на часовое опоздание по техническим неполадкам у соперников, зрители дождались выхода на поле футболистов и поддерживали на протяжении всего матча. Нартовцы, долго не думая, на 15-й минуте первого тайма распечатали счет. Опытный нападающий Азамат Курочинов обработал мяч и заколотил его в сетку, не оставив надежды вратарю Ордона. На 41-й минуте сточного паса Курочинова второй гол забивает Амир Джумаев. Зрители ликуют, и уже через минуту счет становится 3-0 снова от Галеодора Курочинова. А на перерыв ребята уходили уже со счетом 4-0. Автором стал Вадим Абедоков. Мы пообщались с героями встречи. Отдельно поискать спасибо болельщикам, которые пришли даже в праздничный день, пришли поддержать нас. А так все прекрасно, да, все хорошо. У нас продолжаются победы, надеюсь, все дальше будет только продолжаться в том же духе. Все прекрасно, полностью доминировали в игре. Спасибо болельщикам в очередной раз, что пришли поддержали. Готовимся к следующей игре, нам надо выигрывать все наши матчи. Спасибо всем за поддержку. Поддержка болельщиков неописнима. Очень рады. Хотим их радовать и подводить. Ждем больше болельщиков на каждом году. Спасибо им большое. Зрители довольны исходом встречи. Рады возвращению футбола в республику. Стоит ли говорить о мальчишках и девчонках, которые с нетерпением ждут момента сфотографироваться с любимыми игроками, взять автограф или пожать руку. Здравствуйте. Здравствуйте. Алибек Куркмазов. И делится впечатлениями. Очень красиво играют. Молодцы. И в основном приятно то, что Курочинов, Абидоков, Джумаев сегодня отличились. Я рад, что у нас сплоченная команда. И большое спасибо всем болельщикам. Карачаева-Черкесия за их поддержку. Следующая домашняя встреча Нарта пройдет 5 июля с ФК «Беслан» из Осетии. Футболисты просят болельщиков обязательно посещать матчи и поддерживать команду. Ведь эти овации с трибун помогают лидерствовать и дают путевку во вторую профессиональную лигу. Альбина Курочинова-Кенжева. Вести. Карачаева-Черкесия. И последнее. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» продолжается неделя приема. по вопросам социальной поддержки населения, которая продлится до 7 июля включительно. Так, 4 июля прием будет вести представитель Министерства труда и социального развития. 5-го – уполномоченный по правам ребенка. 6-го – уполномоченный по правам человека. 7-го – бесплатная юридическая помощь. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу Черкесск, Ленина, 154, с 10 до 13 часов. Далее смотрите программу «Вести. Дежурная часть. Обзор за месяц». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok